Добрый день, друзья! На связи NordicPro, ваш проводник в мире скандинавской ходьбы, о которой мы знаем все или практически все. Сегодня разговор не столько о палках, сколько о том, как продлить им жизнь, а иногда и просто-напросто вернуть их в строй. Весь ассортимент палок, который представлен в нашем магазине, поставляется к нам вместе с комплектующими товарами для ремонта, для обслуживания, для профилактики. Это цанги, это металлические наконечники, про резиновые наконечники я уже даже и не говорил. Что чаще всего случается с нашими палками? Может испортиться цанга, может сточиться или сломаться металлический наконечник, может вытереться пробка на ручке. Это то, что легкий ремонт, который мы можем сделать практически при вас. Он не занимает много времени, не занимает много денег, скажем так. Что практически не поддается излечению на алюминиевых палках, это изгиб трубок. Трубку выправить практически невозможно, она впоследствии сломается. На карбоновых палках это перелом древка. Но к этому мы с вами еще вернемся. Также на палках, которые были заявлены как палки для скандинавской ходьбы, но которые на самом деле являются трекингами и по ручке и по темляку. Если диаметры трубок совпадают, то мы можем просто-напросто поменять трубки и тогда уже поставить на них все, что нужно. Если диаметр трубок толще, чем у нас, то можно попробовать в эту ручку вставить правильный хороший темляк. Такие операции мы тоже проводим, но это всегда можно узнать только после того, как вы приехали в наш магазин, показали нам палки и мы посмотрели конструкцию ручек. К нам очень часто обращаются по поводу ремонта с палками не нашего производства. Здесь есть некие сложности. У всех производителей свои конструкции цанги, у всех производителей немножечко разные внутренние диаметры трубок. Поэтому при одинаковых внешних диаметрах наши цанги на другие трубки могут просто-напросто не встать. Опять же, мы это будем знать только после того, как вы это привезете к нам. Иногда на палках делают очень сильную завальцовку цанги, помимо того, что ее сажают на клей. И выяснить, насколько наша цанга подойдет к вашим палкам можно будет только после того, как примерно сантиметр палки будет отпилен, будет снята завальцовка. Только после этого мы узнаем, подойдет наша цанга на вашу палку или нет. К сожалению, говорим сразу для тех, кто хочет у нас отремонтировать трекинговые палки, если они настоящие трекинговые. Практически невозможно. Трубки трекинговых палок имеют диаметры 18, 16 и 14, плюс к этому они имеют гораздо более толстую стенку. Поэтому наши цанги практически не подходят к ним. С трекинговыми палками к нам обращаются в основном тогда, когда или заклинило цангу, или когда погнута нижняя секция. Сразу же говорим, это практически неизлечимо. Со всем остальным, милости просим, мы все сделаем. Возвращаюсь к карбоновым палкам. За прошедшие 2-2,5 года нам удалось восстановить несколько палок, у которых было сломано древко. Причем, если одни случаи были относительно легкими, когда древко ломалось на цилиндрической части, мы отремонтировали палки Жени Пухтей. Почему она была безмерно рада? Потому что практически новые палки попали под удар жесткой коробки. Удалось спасти две пары, у которых перелом был на конической части. Эта работа, конечно, была достаточно сложная. Но сделали. Чем не мирно вердимся. Поэтому не спешите выбрасывать свои палки, если с ними что-то случилось. Дайте им и нам шанс их восстановить и вернуть в строй. В любом случае, если что-то случилось, звоните, обращайтесь, присылайте фотографии или видео того, что у вас случилось. Какие-то моменты иногда лечатся даже по телефону. Во всех остальных случаях будем рады видеть в нашем магазине. Сделаем, что сможем. В крайнем случае, предложим какую-то замену или неработающей части, или уже менять тогда все палки. Оставайтесь на связи. Будьте с нами. Смотрите наш канал. Кстати, на нашем канале есть видео спасения палок Жени Пухтей с ее комментариями. Так что можете это посмотреть. Всего доброго. Ждем вас. Спасибо.